Финансовые убытки лишь предстоит подсчитать. В областной столице грузовик на полном ходу протаранил ворота жилого дома и врезался в припаркованный во дворе автомобиль. В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован. По признанию шофера большегруза у него отказали тормоза. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбирается полиция. Весомое количество аварий регулярно происходит по техническим причинам. Зачастую в этом виноват возраст автомобилей. Кстати, согласно свежему исследованию по дорогам при Байкалье, люди передвигаются на машинах, чей возраст выше, чем в среднем по стране. Так это или нет, сегодня выяснял Олег Федоров. Разные эпохи и такое разное состояние. Первая машина классика отечественного автопрома Волга ГАЗ-21. Выпускалась с конца 50-х годов прошлого столетия. И сегодня выглядит более чем достойно. Вторая японская Тойота на полвека моложе. Но на кузов без слез не взглянешь. А сколько таких ездят по дорогам страны? Таким вопросом задались специалисты одного из крупнейших сайтов по продаже автомобилей. И пришли к выводу, что по дорогам Иркутской области ездят машины, чей возраст выше, чем в среднем по России. 17 и 15 лет, соответственно. Причем самые взрослые образцы – выходцы с отечественного конвейера «Лады». А потом идут японки, «Хонды» и «Тойоты». Одна из самых популярных марок автомобилей, на которых передвигаются по дорогам при Байкале – это «Тойоты». Она же занимает вторую строчку в рейтинге самых возрастных моделей автомобилей, которые можно встретить на магистралях региона. Конкретно этой «Тойоте» свыше четверти века. Она уже пережила операции по замене задних арок и порогов. Если эти детали проржавеют, то они существенно повышают риск деформации кузова и получения серьезных травм водителям и пассажирам при ДТП. Еще один негативный фактор, который в буквальном смысле тянется за старыми авто – это нанесение урона окружающей среде. Старые двигатели выбрасывают в атмосферу больше углекислого газа. Конечно, ситуация с отбегавшими свой век машинами в Иркутске не такая напряженная. Чаще все-таки старые авто встречаются в сельской местности. Конечно, сейчас спрос на новых железных коней снизился из-за их стоимости. За первое полугодие 2021-го цены на новые машины выросли в среднем на 7%, а на БУ – на 9%. Но при этом и процесс старения автопарка в стране можно и нужно остановить. Я думаю, постепенно мы и очистимся от автохлама, от старых автомобилей. Тут же, видите, получается, работа должна вестись в нескольких направлениях. Нужно, с одной стороны, повышать благосостояние людей, чтобы они могли себе позволить более новые автомобили. Ну и, соответственно, с другой стороны, ужесточать требования, чтобы вот эти вот старые автомобили, их невыгодно было содержать. Или, наоборот, поддерживать тех энтузиастов, дающих вторую жизнь машинам, после чего те способны проехать еще не одну тысячу километров. Олег Федоров, Василий Заводский. Новости по будням.